МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если правильно ли мы дорогой идем, то увидим, что дорога правильная, но длинная, неэффективная. Реальный прорыв случается, когда эффективное краткосрочное планирование позволяет выделять приоритеты. Не размазываться по всем видам спорта, а сосредоточиться на основных базовых видах спорта и активно отрабатывать их с федеральными и международными коллегами. Помочь себе и стране – такая задача стоит перед регионом. Но изыскивать средства, поощрять народные инициативы и возвращать школьников на детские площадки готовы не все. В кабинетных докладах развиваемся хорошо, а когда дело доходит, неинтересно, отстало и бесперспективно. Особенно тревожит то, что целый ряд муниципальных образований уже не просто отстали, а даже стали проявлять себя как некие вредители. Например, в Димитровграде мы видим, что спортом живет не благодаря администрации муниципалитета, или не администрации вообще, а в целом городской власти, а вопреки. Но сами спортсмены административных решений ждать не привыкли. Покорить Олимпийский пьедестал в этом году помешали игры коронавирусные. До 500 миллионов рублей необходимо на развитие народных проектов ежегодно. В разы больше – на спортивную инфраструктуру во дворах, детских садах, школах и на возведение крупных многофункциональных центров. Так, в ближайшие три года поболеть за земляков на трибунах нового дворца художественной гимнастики, футбольного манежа, дворца единоборств и ледовой арены имени Владислава Третьяка сможет каждый. К реализации таких глобальных проектов, по мнению экспертов, необходимо привлекать и частных инвесторов. Но если финансирование у нас не будет расти, если мы не будем привлекать федеральные средства, частные государственные средства, то результат мы все равно в глобальном плане не достигнем. Приоритетный пути развития губернатор обозначил сразу на четыре года вперед. Так, 2021 объявлен годом детского спорта, 2022 год спорта студенческого, 2023 год развития спорта в трудовых коллективах, 2024 планируется объявить годом равных спортивных возможностей. Когда есть такое планирование, очень легко формировать бюджет, финансы, программы, спортивные мероприятия. Нигде такого нет в России, поэтому это один из самых таких успешных опытов. Я очень надеюсь, которые мы будем тиражировать по всей России. Сделать регион востребованной площадкой для проведения соревнований всероссийского и международного уровня – еще одна немаловажная задача. Заявку на проведение сразу нескольких крупных спортивных мероприятий намечено подать до конца текущего года. Особое внимание уделят воспитанию будущих победителей. На базе техникума Олимпийского резерва планируется создать филиал Российского международного Олимпийского университета. Спортивную инфраструктуру будут развивать и в отдаленных селах. Даже олимпийские чемпионы считают, что проблемы спорта касаются каждого из нас. Подчеркиваем то, что любой человек, да, у нас есть такая программа, которая должна не только делать спорт доступным, чтобы у нас вся страна стала территорией спорта, чтобы у нас каждый человек понимал, что его здоровье, его долголетие, его жизненная активная позиция, она в его руках. Только для этого надо немножечко приложить усилия, самому заниматься, а не идти к врачам за таблеткой. Насыщенная повестка форума предполагала отдельно остановиться и на цифровизации в сфере спорта. Обсудить авторизацию всех процессов, а значит обеспечить доступность, открытость и оперативность отрасли, в этот раз времени не хватило. Договорились, что вскоре соберутся вновь. Будет возможность обсудить и первые итоги уже проделанной работы. Яна Федорищева, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова